Добрый вечер, друзья! Мне позавчера прислал Захар посылку. Там на яйцах есть надписи, когда какое яйцо снесли. Захар к этому отнесся очень ответственно. Спасибо ему за это, но на самом деле у меня было два дня. Такой головняк, знаете, я не мог придумать, что с ним делать с яйцом. Я вам вчера в ролике рассказал, но может кто-то не смотрел. Я вам сейчас немножко здесь повторю. Мне должно было яйцо прийти через 5 дней. То есть через 5 дней мне его должны будут отправить перепелиные. Должны были. Я заказал 200 перепелиных яиц от белых перепелов крупных. И вот хотел закладывать сюда их в инкубатор. Но немножко из-за того, что Захар мне прислал яйцо неожиданно, я позвонил и немножко перенес, чтобы мне отправку сделали чуть раньше. Но был небольшой недобор с яйцом. И мне пришлют, ну сказали 140 точно будет, а я хотел 200. Но возможно чуть больше. Это все зависит тоже от перепелок. Ну вот так. Получается, что завтра, вероятно, мне отправят. Ну, на крайний случай, послезавтра. 25-го. То есть 26-го, да? Сегодня 24-е, да. И 25-го, а может 26-го, я получу посылку с яйцом перепелином. То есть 27-го или 28-го я получу. Это я уже думаю и что-то не то вам сказал. И в общем я сейчас закладу это яйцо сюда, хотя я не планировал закладывать. У меня не было подготовлено, как бы не было дистиллированной воды. У меня инкубатор Nest, он полностью автоматический. Я вам ссылку, где его заказывал, оставлю. Может кому-то будет интересно, и кто-то может себе закажет. Так что, ну, это уже на ваше усмотрение. Я инкубатором полностью доволен. Мне все нравится. И как бы у меня Nest 200. Сюда вмещается 200 куриных или 600 перепелиных. Ну и в общем мне придет около 150 яиц. Это где-то один лоток. Так что, еще на один лоток я насобираю от своих перепелов. А может не буду сейчас, потому что я договорился, чтобы мне сейчас отправили. И при стечении 18 дней, как вывод закончится здесь, мне отправят еще одну партию. Ну и уже на начало марта будут вторые перепелята. Ну это так примерно. И вот тогда с вторым выводком я уже буду закладывать и от своих курочек. Может так, я не могу сейчас вам точно сказать. Короче, я вам закрутил такого, что может кто понял, кто не понял. Ну ладно, это не важно. Яйцо, которое собрал Захар, нужно, как бы, ребенок старался, собирал. Поэтому курочка ни одна не села. Поэтому я не могу подложить их под курочку. Вы пишите, подложить под пуховую, которая сидит сейчас на яйцах и выводит цыплят. Но она села где-то в 20-х числах декабря месяца, а уже 24 января. Она сидит уже больше месяца. Она немножко сидела на пустом гнезде там еще, ну в общем, со всеми курочками. Потом она высидела одних цыплят, которых я у нее забрал. Подложил ей следующее яйцо. И она вот сейчас выводит уже прям следующее яйцо. Значит, я не могу уже ей подкладывать. По причине того, что ей может взбрендить в голову, что ей надоело сидеть. И она посреди инкубации просто бросит яйцо. Так что, вот такие вот дела. Ну, как бы, я вам ссылку на сайт оставлю. Вы посмотрите, если вам на сезон нужен инкубатор, посмотрите, повыбираете. Можете созвониться, вам там всю информацию про них расскажут. Ну, как бы, и заказывайте, если хотите. И могу оставить ссылку на YouTube канал. Тоже там посмотрите ролики, как с этим инкубатором работать, как им пользоваться. Как бы, здесь все несложно. Я пока его, вот, крышку не прикрутил. Но она не прикручивается. Она вот такими, вот, как бы, быстрый монтаж, или как его назвать. Такая вот штука. Раз, вот так вставил, как бы... А, нет. Ой-ой-ой. Убежала. Сейчас покажу. Ну, это я только что там пыль вытирал. Здесь вот перфорация. Она туда насыпала немножко все равно, пока он стоял. Вот так вот раз вставил, и вот так закрыл, как бы, легко и быстро. Ну, я это сделаю сейчас. Инкубатор мне нравится тем... Конечно, много инкубаторов, которые подключаются к этому, к аккумулятору. Ну, и этот тоже не исключение. Хоть он и такой большой, и мощный. Там стоит ТЭН, который работает от 220, и там стоит ТЭН, который работает от 12-ти вольтового инкубатора. Ой, аккумулятора. Я его подключаю сразу, в первый же день. И если выключить инкубатор, то... Ну, ой, как бы, если выключить подачу электроэнергии, ну, или просто выключили свет, он, не выключаясь, переходит на 12 Вт. На 12 Вт, понимаете? Как бы, работает реально, мне нравится. Я пока тут с вами разговариваю. Нужно открыть дверку, потому что он сейчас уже прям прогреется. А тогда я, когда открою дверь, он начнет пищать. Еще очень немаловажно, мне нравится, что инкубатор подает звуковой сигнал при любом отклонении из, как бы, из таких факторов, как потеря питания. То есть, если выключили свет, и долго работает инкубатор, и разрядился аккумулятор, он начинает пищать, что не хватает электроэнергии. Если влажность падает или поднимается, он начинает пищать. Если температура падает ниже заданной нормы или выше поднимается, он тоже начинает пищать. На экране вылазит датчик, например, что поломка датчика уровня воды. Короче, мне нравится. Он работает полностью на все. Я сейчас хочу установить, так как буду закладывать куриное яйцо, а некоторое яйцо из них было снесено аж 14 числа, а самому старшему яйцу 10 дней получается на сегодняшний момент. Это для куриного яйца очень долго, но есть вероятность, что такое яйцо еще может вылупиться. Поэтому я заложу все. Здесь 17 штук. Короче, температуру выставили 38. Влажность в первые дни высокая не нужна, пусть стоит 55. Поворот лотков раз в 6 часов, то есть 4 поворота в сутки. Ну и все. Как бы все параметры заданы. Все. Идет прогрев. 37. Но это дверку я не закрыл, чтобы он не начал пищать. Ну вот так. Вот. Как бы Захар прислал посылки вот так три коробки. Я вам уже говорил в прошлом ролике, что так упакованы яйца. Я еще никогда не видел. Как бы. Хоть я тоже сейчас отправляю яйцо, но я вам скажу честно, я так не пакую. Потому что, ну как бы на почте помещение плюс-минус отапливается. А в машине, машина едет. Я не думаю, что в машине прям мороз. То одна перегрузка, то другая. И все через помещение как бы должно доезжать нормально. И погода не сильно у нас морозная. Здесь в посылке было семь штук картошки. Я забыл, как она называется. Но которая снаружи синяя. Ну фиолетовая. И при разрезе, я не знаю, я ее не разрезал. Но сказал Захар, что и при разрезе она тоже внутри фиолетовая. Я такой никогда не пробовал. Мне кто-то в комментариях написал, что если сварить с нее пюре, то пюре будет черного цвета. Было бы прикольно, да? Черное пюре и гарнир из черного петуха ухи и люй, да? Было бы нормально. Еще из черной помидоры в огороде сделать салат. Это будет прям прикольно. Надо развестись. Ну посмотрим, когда придет сезон. Я проверю. Ну перед тем, как садить, я разрежу картошку. Напополам пусть будет не семь. Хоть она и небольшая, но разделить можно. А четырнадцать. И вот так. То есть как бы здесь семнадцать яиц на три посылки. Ой, на три лотка. А в остальных отсеках луковицы тюльпанов. Вот так. Там кто-то писал, типа, или отнеси в погреб, пусть до весны лежит. Или посади в горшок, зацветут к восьмому марта. Типа больше полтора месяца успеет. Ну посмотрим. Тюльпаны. Это не мой конек, но Светлана Николаевна любит. В общем, Захар, спасибо за посылку. Будем сейчас что-то решать. Здесь вот это пуховые и бентамки. На каждом яйце есть... А, есть даже тринадцатого. Этому яйцу одиннадцать дней. Но посмотрим. Я не знаю. Я не буду его просвечивать сейчас. Я его закладу в инкубатор. И уже по прошествии нескольких дней уже проверим. А это вот десятого. Десятого числа, даже если б я позавчера его заложил, сразу в инкубатор оно не выведется. Это очень долго. Яйцу две недели. Но проверим. Но проверим, как бы. Посмотрим. Четырнадцатого. Вот этому десять дней. Ну как бы я... Пятнадцатого, этому девять дней. Пятнадцатая. Шестнадцатая. Ну как-то так. Вот четырнадцатого. Как-то старовастенькое уже яйцо. Вот семнадцатого это ничего еще хорошо. Двадцатого это прям свеженькая красота. И восемнадцатая тоже хорошо. Скорее всего у Захара, так как и у меня несколько курочек. И тех, и тех. И он собирал такое длительное время. Для инкубатора, особенно яйцо, которое с пересылкой, нельзя закладывать яйцо старше пяти дней. То есть нужно свеженькое. Я отправляю посылки, собираю яйцо два-три дня. То есть я всегда отправляю, как бы часто. Если яйцо больше, чем три дня, я его уже не отправляю на инкубацию. Я его могу отправить людям на еду, если люди заказывают. Но для инкубации яйцо с пересылки, это, конечно, сильно долго. Так что вот такие вот дела. Яйцо, и еще раз хочу повторить. Яйцо для инкубатора. Вместится я... О, да, я вот так как раз... Нет, не так. Я чуть-чуть неправильно сделал. Я хотел вот так. Яйцо для инкубатора. Все, вот так оно будет никуда не убежит, никуда не уедет. Все ровненько в лотке будет, потому что яйцо, которое вам пришло почтой, желательно инкубировать в вертикальном положении, потому что воздушная камера может быть порвата. Это можно просветить, но как бы я не буду светить. Я все равно буду просвечивать через 3-4 дня. Если яйцо будет плохое, я его просто отдам свинюшке. А если живое, то оно останется здесь. Ну, дальше инкубироваться. Как бы места пока хватает. Так что все будет хорошо. Что бы ни произошло. Вот так сейчас посмотрим, сколько пуховых, а сколько этих. Вот, видите? Ой. Нет. Ой, не то нажал. Во. Все. Закладываем и ждем. Может луковицу заложить в инкубатор, вылупиться. Тюльпанчики. Вот. Ага. Это сюда. Это сюда. Это сюда. Сегодня, еще раз повторю, 24-е число. И уже, как бы, через 3 дня, 27-го, я буду знать, что тут и как. А вам смогу, если вам интересно, ну, посмотреть в яйцо, как, ну, как и мне, то я смогу вам показать где-то на пятые сутки. Тогда будет видно, ой, это не сюда, видно лучше. 8, 8 и 9. В общем, 17 яиц, 8 и 9, правильно? Да, все. Все яйца заложил. Ну и вот так, все. Будут они лежать. Так. Ну, как есть. Датчик, то есть, как сказать, емкость для воды, там находится за задней стенкой, и чтобы ее достать, помыть, у нас вода очень жесткая. И там есть тен, и там есть датчик уровня воды. И если использовать вот эту нашу домашнюю воду, в ней столько, ну, как бы там тен, и, значит, накипь. Вот, как на чайниках. Поэтому, желательно в таких инкубаторах использовать воду или дистиллированную, или вот этот двойной осмос, или как он там называется, есть такие фильтры. И вот с таких фильтров тоже можно использовать воду для него. Ну, или полностью без каких-либо этих солей. Но, так как у меня вода ужасная, то я покупаю дистиллированную. Я беру, я беру в пятилитровых баклажках, она недорогая, там, по 35-40 гривен за баклажку. Но, вот, как раз сегодня в магазине ее не было. Поэтому я взял литровые, сколько было в магазине, всего 4 литра. Завтра будем, ну, как бы ехать еще в одно место. И там тоже, тоже спрошу, куплю, мне 4 литра на сутки точно хватит. Все, друзья, я поставил 38, да. Смотрите, первый день можно даже сделать вот так, 38,2. Зародыш в яйце сильно старый. Потому что зародыш для инкубации только 5 дней, максимум 7, если без пересылки. То есть, если вы аккуратно хранили яйцо. А здесь некоторым зародышем, прям 2 недели вы видели, с 10 числа. Скорее всего, что он, ну, яйцо уже не жизнеспособно. Но яйцо можно разбудить вот такой шоковой температурой, быстрым нагревом яйца в температуре, ну, как бы 38,2. Оно сейчас нагреет до такой температуры. Влажность тоже почти уже набрало. Ну, и все. Время поворота тоже уже пошло. Будем надеяться, что они будут это. Живенькие. Потому что, ну, какой смысл тогда от этой всей инкубации. И еще Захар сказал, что это бентамки и пуховые от другой семьи. Поэтому, как бы, он и не мог собрать быстрее, наверное, или, ну, как бы, такой объем яйца. Потому что он отделил некоторых курочек отдельно. Это он мне так писал, что эти бентамки и эти пуховые, хотя пуховых от него у меня нету. А вот бентамки, это не родные для моего петуха. И что еще хочу сказать. Или, мне кажется, или яйцо мыто. Вот это яйцо, и вот это, и вот это. Я сейчас у него спрошу, если он его помыл, то это тоже неправильно. И не принимайте эти, ну, как бы, мои слова постоянно в упрек. Потому что, может, он не знал, а, как бы, и яйцо, например, было грязное. Но вот это, и вот это, и вот это похоже, как будто оно мытое. Я не утверждаю, но есть такая вероятность. На них прям пятнышки такие, как будто грязь была, а потом ее смыли. Если он его помыл, то с него тоже ничего не будет. Потому что яйцо можно мыть в инкубатор, но прям сразу перед закладкой. То есть я, у меня куча роликов есть об этом. Я показывал, рассказывал, что вот вы моете, оно подсыхает. Можно даже влажное ложить в инкубатор, быстрее подсохнет. Ну, как бы, и влажность в инкубаторе будет. Хотя она там не нужна в первое время. Ну, как бы, вот так. Все, друзья. Всем большое спасибо за просмотр. Подождем 3-4 дня и будем знать. Ну, а пока, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok